С Добрым Утром, дорогие друзья! Пятница, 17 января. Вот сижу я тут, одна денёшенька, грустная. Ну вот привыкла я уже к весёлой компании Сергея Пруцкого. А тут сиди и развлекай себя сама. Хорошо ещё, что у меня целая коллекция талантливых коллег есть. Алина Храмова, Ксения Тризна, Наталья Автаева, Светлана Теплухина. Вот пусть пока Серёжи временно отсутствуют и развлекают меня и вас новыми сюжетами. А для начала зарядка. Вот уж где скучать не приходится. Доброе утро, дорогие наши зрители! С вами снова спортивный клуб «Манго» и я, Самсон Ивангелина. Сегодня мы с вами проведём зарядку в латиноамериканском направлении. Немножко вспомним, что же такое самбо. Занимаем исходную позицию, ножки вместе. Пресс мы держим, ягодицы в сянуто. Делаем глубокий вдох и выдох. Начинаем отставлять поочерёдно ноги. Правую бедро подставить, левую бедро подставить. Ещё раз. Руки пока в свободном положении. Два. Ещё раз. Подставить. Два. Подставить. Три. Подставить. Четыре. Хорошо. Добавляем руки. Раз. В сторону по одной. Два. На два. Раз. И два. И ещё разочек. Раз. Два. И последний. Справа. И влево. Переходим к груди. Вперёд. Немножко встану в полоборота, для того, что вы видели. Работает диафрагма, таз стоит на месте. Вперёд. 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 Ещё. Выдох. Выдох. Ещё. Выдох. Выдох. Чуть быстрее. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ого. Хорошо. Вдох. Выдох. Теперь соединяем два упражнения. Вправо. Грудь. Влево. Грудь. Ещё раз. И грудь. И раз. Двигаемся в ритм с музыкой. Оп. Двигаемся в ритм с музыкой. Двигаемся в ритм с музыкой. Хорошо. Хорошее настроение никто не отменял, поэтому стараемся улыбаться и получать кайф от того, что вы делаете. Теперь будем отставлять ногу вперёд. Вправо бедро. Вправо бедро. Влево бедро. Ещё раз. И два. Ещё раз. Бедро выше. Руки в хаотичном положении. В свободном. Как вам нравится, так они и двигаются. В музыку. Раз. Два. Подставить. Раз. Подставить. Раз. И ещё четыре. Четыре. Три. Два. И последний. Добавим ручки. Круг. Руками. Ещё круг. Рука. Раз. Два. Бедро поднимаем. Не забываем про ноги. Раз. Шейка у нас вытянута. Спинка прямая. Пресс мы всегда держим. Последние два. И последний. И, наконец, соединим все наши движения в одно. Вправо. Грудь. Влево. Грудь. Вперёд. Круг. И ещё. Один. И ещё разочек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И последний. Раз. Раз. Грудь. Два. Грудь. Вперёд. Подставить. Вперёд. Подставить. Пробуем рисовать восьмёрки. Уже успокаиваемся. Всё. Свободно. В свободном ритме. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Плечиками поработаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Два. Бедра. Плечо. Плечо. Два. Бедра. Плечо. Плечо. И последние два раза. И последний раз. Два. Три. Четыре. Делаем глубокий вдох. Выдох. И последний вдох. И вниз. Выдох. Я думаю, что вам понравилось. И вы зарядились энергией на весь оставшийся день. Зарядка по утрам мега полезная вещь. Во-первых, проснуться помогает. А во-вторых, ежели позанимаешься хорошенько, имеешь полное право какую-нибудь сладость слопать на завтрак. Но первым делом полагается все же салат вкушать. Что мы англичане какие с десерта начинать. Рецепт салата от следующего участника нашего конкурса «Не только оливье» – пожалуй, мечта любителей тихой охоты. Одно уже название должно вызвать интерес – грибная полянка. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты. 2 плавленых сырка, 2 вареные морковки, 200 граммов отварного в соленой воде мяса – тут на ваш вкус какое! 1 банка маринованных цельных шампиньонов, 2 вареные картофелины, 1 головка репчатого лука, 3 вареных яйца, майонез, соль, перец и зелень. Когда у вас все будет готово, приступайте к приготовлению. Для начала возьмите глубокую эмалированную миску и смажьте ее растительным маслом. Теперь заготовленные продукты нужно поочередно уложить в миску. Первым слоем выложите шампиньоны шляпками вниз, так, чтобы они закрывали все дно посудины. На грибы выложите мелко порезанную зелень и смажьте майонезом. Далее измельченные на крупной терке морковь раскидайте поверх зелени и снова смажьте майонезом. Заготовленное мясо порубите на мелкие кусочки и выложите следующим слоем и снова майонез. Пятый слой измельченной на терке плавленый сырок. Шестой мелко нарезанные вареные яйца и не забудьте наш любимый соус на букву М. Далее выложите измельченной на терке картофель и поперчите по вкусу. Накройте миску крышкой и поставьте в холодильник на 12 часов. Перед подачей на стол переверните салат на плоское блюдо и вуаля, перед вами настоящая грибная полянка. Приятного аппетита! И еще раз доброе утро! Сегодня пятница, 17 января. В это воскресенье мы будем отмечать великий православный праздник – Крещение Господне. Но до этого знаменательного события у нас еще будет время предаться язычеству. Я в святочных гаданиях. Ведь именно в эти дни по народному поверью можно узнать свое будущее. Мы ни в коем случае не призываем вас, дорогие зрители, заниматься гаданиями. Ну, мало ли что можно узнать. Но ежели вдруг вы все-таки решились, ну что ж, тогда берите Ксению Тризну в консультанты. С ней в мистических кит-расплетениях и не запутаешься. Святки, время от Рождества до Крещения и пора раздолья и разгула для всякой нечисти. Граница с потусторонним миром практически стирается, и люди стараются выпытать у судьбы ее секреты и заглянуть в собственное будущее. Если в обычное время это доверяют специально обученным людям, гадалкам, вещуням и прочим хиромантам, то на святки не гадает только ленивый. Но нужно помнить, что никто просто так секретной информацией о грядущем делиться не будет. Поэтому секреты мироздания нужно выпытывать с особой осторожностью, чтобы не лишиться не только светлого, но и будущего вообще. Традиционно гадания привлекают прекрасную половину человечества. Ведь всем интересно, когда идти замуж и за кого. Гаданий на осуженного великое множество, от вполне безобидных до страшных и опасных. Но, как правило, самые страшные гадания – самые верные. Поэтому всегда находились те, кто садился в крещенскую ночь перед зеркалом в пустой бане. Почему именно в бане? Потому что баня считалась самым нечистым местом в доме. Но кроме бани может подойти, например, сарай, заброшенный дом. А особо отчаянные ходили на кладбище. Итак, нужно взять зеркало, свечу и два столовых прибора. Во время гадания ни в коем случае нельзя скрещивать руки или ноги. И вообще нужно снять все то, что окружает или обвязывает. Вот кольца, браслеты, пояс, цепочки. Распустить волосы. Итак, нужно зажечь свечу. Поставить ее перед зеркалом. Произнести сакраментальную фразу «Суженый мой ряженый, приди со мной поужиной». И внимательно вглядываться в зеркало. Ровно в полночь через плечо должен заглянуть тот самый суженый. Здесь его нужно быстренько рассмотреть, запомнить и тут же опустить зеркало стеклом вниз. Или произнести фразу «Чур сего места». Иначе наколдованный жених задушит или ударит по лицу. Святки – время не только гаданий, но и исполнения желаний. В рождественскую ночь нужно прийти к проруби, сесть на коровью шкуру и загадать желание. Ровно в полночь под бой курантов из проруби появятся водяные бесы и потащат шкуру с ситоком в заданном направлении. Так что запросто можно и кругосветные путешествия совершить, навестись в будущую родню и вообще наделать дел. Под утро бесы вернутся домой, то есть в воду. Чтобы не оказаться на дне в такой теплой компании, нужно зачураться. Тогда путешествие пройдет без последствий. В наши дни наряду с древними гаданиями появляются и свои способы. Конечно, можно по старинке тянуть поленье, чтобы определить характер будущего мужа, или топить колечки в стакане с водой. А можно воспользоваться достижениями научно-технического прогресса и погадать, например, на лифте. Все очень просто – загадывайте желание и ждете, когда кто-нибудь вызовет лифт. Если он поедет вверх, желание сбудется. Если нет – что же поделать? А имя будущего мужа можно узнать, не выходя в полночный мороз. Достаточно просто наугад набрать номер телефона. Если трубку поднимет мужчина, спрашивайте, как зовут. Гадать или нет, жить с осознанием предопределенности или оставаться в невидении, верить предсказаниям, которые, кстати, никогда математической точностью не отличаются, или нет – личное дело каждого. Помните, именно вы решаете, какой станет ваша жизнь. Будет ли пятница 13-й – решать только вам. Ну да ладно, уравновесим Ксюшину мистику научными знаниями. Сегодня во всем мире отмечают Международный день изобретений. Только изобретений детских. Подробнее о празднике чуть попозже поговорим. А пока наш научный гороскоп. Вот такое сегодня соединение несоединимого. Ну а вдруг вы захотите изобретателями заделаться, а вам не судьба. Только время зря потеряете. Среди Овнов множество представителей интеллектуальных профессий, а в плане ума у них преобладают математические способности. Овном был Рене Декарт, создатель системы координат. В спектре интеллектуальных возможностей тельцов и гуманитарные, и математические способности. Ученые-тельцы часто не изобретают что-то новое, а продолжают развивать ранее созданные теории. Ученые-близнецы породили новые подходы в математике. Максвелл ввел понятие устойчивость и неустойчивость. В разработке теории вероятности сыграли значительную роль Паскаль, Чебышев, Марков. Среди ученых-раков преобладают те, кто решает сложные задачи довольно сложными методами, подобно математикам, Пуассону, Бесселю или Лейбницу, основателю нелинейного анализа. В сфере науки лев напоминает Гамлета «быть или не быть». Среди математических исследований львов преобладает интерес не к решению задач, а к вопросу о том, существует ли решение вообще. Девы-систематизаторы в науке. Они подгоняют факты под знания и выстроенные теории. Они внимательны к мелочам, кропотливы и педантичны. Классический пример – Резерфорд, создатель общей модели атома. Весы предпочитают постигать суть вещей и явлений путем логики, улавливая при этом важные закономерности. К примеру, Нильс Бор, определивший такой вектор развития физики, как квантовая механика. Ученый-скорпион познает глубины вещей и явлений. Открытия и исследования скорпионов отличаются мощностью и масштабностью, как, например, у Михаила Ломоносова, всего себя посвятившего разного рода наукам. Для стрельцов характерны новаторские подходы стремления руководить, в том числе научными исследованиями. Примеры организаторских способностей ученых-стрельцов – математик Лобачевский, биолог Вавилов и хирург Пирогов. Козероги тяготеют к изучению свойств материи. Их отличает любовь к практике и экспериментам, нежели к теории. Самый яркий тому пример – Исаак Ньютон, основатель классической механики. Среди водолеев много новаторов и изобретателей, идеи которых означали прорыв в будущее. Архимед, Менделеев, Эдисон, Ландау – легендарные личности, убеждающие в оригинальности идей водолеев. Ученых рыб интересует картина Вселенной, а также все запредельное и загадочное. Галилей, Коперник, Эйнштейн, Вернадский искали взаимосвязь пространства, времени и материи, несмотря на то, что все в мире относительно. Мне кажется, наши метеорологи тоже отмечают сегодня праздник. Но они тоже изобретатели. Такую погоду иногда придумывают, что вот диву даешься. Надеюсь, сегодня они все-таки нас порадуют хорошим прогнозом. Слово нашему народному предсказателю снега и ветра Ирине Корневой. Доброе утро! Сегодня 17 января. В Заречном ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Возможен снег. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Ветер западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха. Днем 8-10 градусов мороза. Ночью похолодает до 13-15 градусов ниже нуля. По народному календарю продолжаются святки. Время от Рождества до Крещения. Наши предки говорили, что дня прибыла на Куриный скок. А еще предсказали погоду на ближайшее и отдаленное будущее. Чистое небо с полной луной к сильному полноводью. Облака плывут низко к морозу. Луна светится ярко и небо усыпано яркими звездами. Завтра будет ясный морозный день. Красная вечерняя заря к сильному ветру. Солнце с красной зарей заходит, а со светлой входит к ясному дню. Пусть независимо от погоды у вас будет солнечное настроение. Хорошего дня и с добрым утром! Эффективное лечение заболеваний уха, горла и носа у детей и взрослых. Лечение хронического танзелита, фаренгита, отита аппаратом Танзилор. Лечение гайморита и синуситов без прокола. Медицинская клиника здоровья. Телефон 652640. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Когда у твоих близких беда, за чужие проблемы ты переживаешь, как за свои. Хочется сказать «держись» и хочется помочь, чем можешь. Приди 25 января, помоги спасти человека. Приди 25 января, помоги спасти человека. Продолжение следует... И, надеюсь, объяснит, почему дети, они такие изобретательные. Ну, скорее всего, потому что у детей фантазия, более раз это им все интересно, какие-то новые развлечения, увлечения и любопытство, наверное. То есть взрослые, они не любопытные? Нет, есть взрослые тоже любопытные, но у детей все-таки любопытство превышает границы. Это точно. Настя, слушай, а вот как ты думаешь, ты вообще знаешь какие-то детские изобретения для начала? Нет, затрудняешься. Да зато я знаю. Какие изобретения можно считать детскими, мы вместе со зрителями сейчас узнаем. Топ самых популярных детских изобретений. На пятом месте у нас водные ласты. Собственно, изобретение этого замечательного плавательного устройства и положило начало празднованию Дня детских изобретений. 17 января небезызвестный американский товарищ Бенджамин Франклин в возрасте 12 лет и сконструировал водные ласты, которые, кстати, первоначально надевались на руки. Четвертое место занимает батут. В 1930 году подросток Джордж Нисен обратил внимание на соревнования гимнастов. Если помните, эти спортсмены заканчивают свое выступление прыжком на специальную страховочную сетку. 16-летний Джордж вдохновился и придумал специальную установку для прыжков и всяких акробатических упражнений. Почетное третье место завоевали меховые наушники. Их придумал, угадайте кто, опять американец Честер Гринвуд. Большой любитель кататься на коньках и слушать музыку. Причем делать это одновременно. Собственно, для того, чтобы совместить приятное с приятным, Честер и попросил свою бабушку сшить ему меховые наушники. Второе место мы присудили самому полезному изобретению – шрифту Брайля, названному в честь своего создателя – 15-летнего француза Луи Брайля, сына сапожника. Луи в возрасте трех лет в результате несчастного случая потерял зрение. И поэтому, когда немного подрос, создал свой рельефно-точечный шрифт. Радуйтесь, сладкоежки, потому что первое место в нашем параде детских изобретений занимает… Та-да-да-дам! Фруктовый лед! Именно пытливый ум 11-летнего Фрэнка Эперсона изобрел новое лакомство, которое полюбилось не только детям, но и взрослым. Вот мы с тобой посмотрели наш топ-хит-топ, я не знаю, как это назвать, лучших детских изобретений. Настя, а вот как ты думаешь, из всего того, что я перечислила, самый полезный или классный, какой предмет, что тебе больше понравилось? Мне больше понравился фруктовый лед. Да, почему? Любишь мороженое? Очень люблю мороженое, и дети могли такое изобрести. Ну, дети вообще они такие, да, они много чего могут. А вот будь у тебя такая возможность что-то изобрести, ты бы что придумала? Я даже не знаю. Пластилин? Пластилин уже придумали до тебя. Ну, я не знаю, что бы я придумала. Я, наверное, придумала, мне вот больше всего нравится автомат с напитками. Вот, скорее всего, я все придумала бесплатно такой автомат с напитками. Мне кажется, тебе нужно познакомиться с героем нашего следующего сюжета. Он тот еще, изобретатель, такое придумал. О чем может думать подросток, учащийся в девятом классе? С точки зрения взрослого, да ни о чем. В голове гуляет ветер, крыша постоянно съезжает на бекрень, а шарики за ролики заезжают. Но, к счастью, не все девятиклассники такие беспечные. Есть и те, кто в свободное от учебы время что-то изучают и даже изобретают. А потом едут на научно-практические конференции и занимают призовые места. С одним таким девятиклассником вы сегодня и познакомитесь. Богдан Чернышев, юный гений из лицея номер 230. Совсем недавно его работа была удостоена гран-при на 5-й областной научно-практической конференции «Эврика». Я изобрел прибор для определения типов металлов и сплавов на основе эффекта «Зи-бек». Данный прибор позволяет определять тип металлов и сплавов. То есть черный или цветной – это металл. Что-что-что? Как это вообще могло прийти в голову девятикласснику? Уж точно вряд ли между походом в кино и катанием на коньках. Идея очень была проста. Просто мы с отцом сидели в гараже и, по сути, мы с ним разбирали просто черные, цветные, просто какие-то железки. И пришло в голову, как можно распределить эти металлы. И просто я услышал о таком эффекте «Зи-бека». И на основе этого эффекта можно было создать прибор. И создав его, я бы смог отличить черный металл от цветных. Вот такие недетские задачки решает юный пытливый ум. Вообще Богдан отличается от своих сверстников-одноклассников. Предпочитает вместо развлечений заниматься наукой. А что? У каждого свои интересы. С Богданом мы работаем уже третий год. Он начал учиться у меня сразу с седьмого класса, когда я пришел в лицей первый год преподавать. И он стал изучать физику в седьмом классе первый год. И вот в течение уже двух с половиной лет мы вместе работаем, готовимся к олимпиадам, конкурсам, фестивалям. Занимается на факультативах Богдан с институтскими преподавателями на дополнительных занятиях. Поэтому работа, в общем-то, ведется большая. Полезные изобретения Богдана уже оценили на всевозможных олимпиадах и конференциях всевозможные преподаватели и ученые. Даже по сравнению с заводскими аналогами этот прибор выигрывает. Аналоги этого прибора существуют, но эти аналоги очень дорого стоят. Они стоят в размере от 150 до 100 тысяч. А мой прибор, он был создан в домашних условиях, и на его изготовление потребовалось максимум тысяч пять. На достигнутом Богдан не собирается останавливаться. У него в голове еще много идей. А поэтому в скором времени он наверняка не однажды удивит нас своими изобретениями. Кстати, вот тот самый пластилин, который ты упомянула сюжетом назад, на самом деле тоже придумала школьница, девочка, внучка известного производителя чистящего средства для обоев Клео Маквикера. Его сначала применяли для очищения этих самых обоев от угольной пыли, а потом вот эта ушлая школьница придумала его использовать для игры. Знаешь, я ожидала, что кто-то мог придумать пластилин, потому что дети любят лепить из того же самого хлеба, который мы едим. Ну да, из чего только не делают подделки, да? Дети, они вообще все могут. Который изобретает разные элементы. Монтирует что-то. Маслины. Это который изобретает все. Изобретатель – это тот, кто все делает, все думает. Он делает всякие мультики, красит картины. Он учится совсем маленьким. Он учится со всеми папами. А папа и мама были тоже изобретатели. Они избирали раньше картины. Изобретателей я не знаю. Не знаю. А у тебя в группе, может быть, есть изобретатели? Ну там в кадре, да. Изобретать там двери. Изобретать столы. Это который все мастерит. Который все делает плеболы. Изобретает какие-то машины. Машины какие-то. У вас в группе есть изобретатели? Есть. А что они изобрели? Ну, лампочки. Они на улице где-то работают. Только где-то они свой домик построили, и там к ним люди приходят, что-то говорят, что им надо изобрести. И он им отдает, когда они приходят. На самом деле дети изобрели еще много полезных вещей. И перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и даже калькулятор. Настя, а вот все-таки, подводя итогу нашей сегодняшней беседе, кто лучшие изобретатели? Дети или взрослые? Ну, конечно же, дети. Дети. Ну, ладно. Все-таки в оправдании взрослым могу сказать, что только взрослые могут виртуозно, просто замечательно рассказывать о городских событиях. Этого таланта у них не отнять. Новости Заречного через пару секунд.